Петрозаводчане За несколько дней до акции сотрудники Национального музея обещали показать горожанам некий предмет, который когда-то спас жизнь человеку. Предметом оказался обычный русско-немецкий словарь, который подарил музею ветеран Великой Отечественной войны Михаил Нилович Ситкин. И вот эта книга спасла ему жизнь. Видите вот это отверстие? Это пулевое отверстие, которое спасло жизнь этому человеку. Таким образом, книга, которая могла бы стоять всю свою жизнь на полке, читаться, попадая в историческое событие, становится ценнейшим музейным экспонатом. Однако книга стала не единственным необычным экспонатом, который увидели горожане, ночевавшие в музее. В эту ночь фонды Национального музея пополнились вот таким вот интересным экземпляром. Это английские меховые штаны, которые поставлялись по ленд-лизу нашим летчикам и танкистам. Штаны эти подарил музею внук героя Советского Союза Семена Давыдовича Кремера. Посмотрите, им уже более 70 лет и все еще в отличном состоянии. Если в Национальном музее акция прошла под знаком штанов и книги, то в музее ИЗО под знаком кота полночные гости увидели выставку «Без кота и жизнь не та», которую привез в Карелию заслуженный художник России, классик Петербургской графической школы Юрий Люкшин. Кстати, мастер с удовольствием встретился с посетителями музея и научил их рисовать котов, кошечек и котят, а также рассказал о своей любви к семейству кошачьих. На словах философа Бердяева, русского велика философа, он говорит, что «я не мыслю в царстве небесного без моего кота Мура». Да мне не надо царство небесного, мне надо кот Мур, и я там тогда буду. И так, это очень важно. Это символ уже определенной любви. В других культурных учреждениях было не менее весело. Так, гости медиа-центра «Выход» решили соединить пищу духовную с пищей насущной. И всю ночь создавали картины и красочные инсталляции из еды. Макароны, крупы, овощи, фрукты, чай и кофе. Во имя творчества участники арт-кухни извели кучу продуктов и остались довольны. Заключительное мероприятие «Ночи музеев» завершилось около двух часов ночи в районе УТЗ. Михаил Гальденберг прочитал полуночникам лекцию о реке Лассасинки и отправил любителей истории по домам спать.